Непривычно пустой зоопарк лесная сказка. Больше месяца здесь нет посетителей и с каждым днем зоопарку становится все сложнее, потому что независимо от того продаются билеты или нет, животные каждый день хотят кушать. Например, йогурт, который подойдет игуанам, лемурам, сок, который обожают мартышки, сахар, который добавляется в кашу медведям или, например, бананы, которые обожает большинство обитателей зоопарка. Вот обратите внимание, они как в принципе и люди. Мы выбираем то, что нам больше всего нравится, самое вкусненькое. В данном случае у него, видите, авторитет оказался виноград. Первый месяц самоизоляции пережили, но ощущение безысходности стало нарастать, говорит Сергей Писарев. Только на корм животным в лесной сказке в месяц уходит почти 400 тысяч рублей. И это не считая денег на зарплату сотрудникам и счета за электроэнергию. Ни о какой поддержке финансовой со стороны правительства мы, к сожалению, ничего не получили. Мы только пишем бумаги, с нас запрашивают огромное количество бумаг. Мы эти бумаги направляем, они куда-то уходят, они где-то исчезают. Сегодня волонтеры принесли несколько килограммов овощей и фруктов. Круппы и семечек должно хватить на месяц. Но в зоопарке верят, что помощь была не единоразовой. В соцсетях можно найти список продуктов, которые ежедневно требуются зверькам. Главное приносить с собой чеки. Это доказывает, что продукт сертифицирован, того требуют санитарные нормы. Накануне в зоопарк пришло трогательное письмо от 9-летней девочки из Москвы. Вместе с письмом и рисунками Арина отправила все свои карманные деньги зоопарку. Хоть их и немного, но девочка хотела хоть чем-то помочь лесной сказке. Сергей Писарев говорит, что такие добрые слова в адрес зоопарка получает каждый день. Дети порой пишут именно из других регионов, которые приезжают сюда к нам в зоопарк. И мне это действительно за душу берет, потому что детям понравилось, детям душевно у нас. Эти вещи, они заставляют тебя осознавать, что ты делаешь дело, которое очень нужно людям. Ирина Корщегина, Андрей Печоркин. День с толком.